МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крымчане обеспокоены. Компания МТС изменила тарифы без предупреждения. Тарифы подорожали, и я не могу перейти сейчас на другой тариф. С этим я был вынужден купить оператора крымского. В Крыму продолжают бушевать. Казалось бы, утихнувшие страсти, связанные с парком Тайган. Сегодня Белогорский районный суд заключил под стражу его владельца Олега Зубкова. По предварительным данным, арестован директор на два месяца. Передает Крыминформ со ссылкой на источник из зала заседания. Официальная причина задержания, по информации пресс-службы Тайгана, неявка на одной из заседаний. Олег Зубков в этот момент находился в Москве на совещании Минэкономразвития, сообщает источник. Судебное разбирательство продолжается в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами повреждений одной из посетительниц Тайгана. Этот инцидент произошел летом позапрошлого года. Туристка из Кировской области положила питомцу сафари-парка руки на гриву, а во время фотографирования животное неожиданно укусило женщину. Следственный комитет начал проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Максимальная санкция предусматривает 6 лет лишения свободы. Отметим, лишь на минувшей неделе страсти по Тайган указались делом прошлого. Олег Зубков и глава Крыма Сергей Аксенов, пожав друг другу руки в здании Совета министров, определили перспективы сафари-парка, предварительно закрытого по решению суда. Ранее предприниматели обвиняли в сокрытии налогов, нарушении правил борьбы с особо опасными болезнями животных. После положительного решения в пользу Тайгана Зубков заявил, что не знает, когда сможет возобновить работу парка. А точную дату планировал назвать в середине февраля, после совещания еще одной рабочей группы. Министр внутренней политики информации и связи Крыма Сергей Зырянов покинул свою должность. Причину увольнения чиновник не назвал, однако опубликовал пост в социальных сетях. Там экс-министр написал, что за прошедшие годы в Крыму было завершено строительство системы МФЦ, повышенное качество мобильной связи, построена система государственных СМИ, издано большое количество социально значимой литературы. По словам Сергея Зырянова, в этом направлении предстоит еще большая работа, но ее продолжит уже новый министр. Кроме того, он останется в команде Аксенова и готов браться за новые проекты. Министром внутренней политики информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. До назначения на должность середины августа 2019 года он руководил администрацией города Саки. Сначала в статусе исполняющего обязанности, затем с 1 ноября на постоянной основе. Практически на каждой улице Симферополя можно встретить один, а то и несколько стоперов, металлических конструкций, которыми водители присваивают парковочное место. Эти препятствия мешают всем, кроме тех, кто их установил. Но что более важно, они еще и представляют опасность, ведь из-за стоперов не может проехать ни скорая, ни пожарная машина. Очередные металлические вредители появились на Тихом переулке. Парковки во дворах и проездах действительно большая проблема для Симферополя. Машин гораздо больше, чем людей, а мест, где можно их оставить, еще меньше. Люди пытаются бороться как могут. В данном случае устанавливают стоперы, но местные жители уже сбунтовались и решили проблему по-своему. Эти стоперы, металлические складные конструкции с замком, можно найти практически на любой улице Симферополя. Призваны они выполнять лишь одну функцию – застолбить место для своей машины, не давая припарковаться другим. И все бы ничего, да вот только появляются такие препятствия чаще всего на муниципальной земле. Еще хуже и то, что стоперы загораживают проезд, не давая машинам экстренных служб проехать к месту происшествия. Они загораживают проезд. Не дай бог пожар или что-то пожарное уже не проедет. А с другой стороны, автомобилей столько много, куда их ставить? Проблема парковочных мест действительно существует, но решать ее за счет безопасности и муниципальной территории нельзя. Фактически устанавливая стопер, человек крадет у города небольшой земельный участок, нередко еще и на дороге. Это не только некрасиво, но и незаконно. Стоперы и ограничители можно устанавливать только лишь на либо частной земле, либо на придомовой земле, если она имеет межевание. Собственники МКД общим голосованием решают о том, чтобы установить данные ограничения. И после этого происходит процедура установки. Но на муниципальной территории стоперы запрещены. В случае обнаружения такие стоперы пойдут под снос, а их хозяевам стоит быть готовым найти в почтовом ящике штраф на круглую сумму. Но куда больше властей в демонтаже подобных конструкций заинтересованы люди. Нередко они идут на криминал и выламывают стоперы своими силами. Но куда разумнее обратиться с заявлением в администрацию. В течение двух месяцев комиссия рассмотрит вопрос и примет решение о демонтаже. Если, конечно, для этого есть основания. Как скоро уберут конструкции с переулка Тихий и других проблемных мест, мы продолжим следить за развитием событий. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Крымском пограничном управлении рассказали о списке снастей, за которые рыбака могут признать браконьером. Под запретом находятся сразу 10 категорий орудий лова. Сотрудники ведомства напомнили любителям рыбалки, что лишиться своего орудия лова и схлопотать штраф можно при использовании сетей и ловушек всех типов. Наказание предусмотрено и в случае, если на удочках и спиннингах в общей сложности закреплено более 10 крючков. Не стоит пользоваться тралищами и драгирующими орудиями добычи, оцеживающими и объечеивающими приспособлениями, электроудочками, капканами, острогами, взрывчаткой и токсическими веществами, а также самоловными крючковыми снастями. Кроме того, своим приказом Министерство сельского хозяйства России признает недопустимой рыбалку глушением, гоном, баграми с использованием фонарей. Еще в прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, подорожания мобильной связи на полуострове не будет, несмотря на стремление оператора МТС повысить тариф. Однако уже несколько дней в социальных сетях все больше крымчан говорят о том, что звонить стало дороже. Особые условия пользования мобильной связью крымчане получили с самого начала своей российской истории. Разговоры о подорожании начались еще летом, однако тогда все обошлось. Но на днях крымчане обнаружили, что цены для них изменились. Предварительно об этом МТС своих клиентов не оповестил. Крымчане – новый сюрприз от МТС. Тарифы подорожали. У меня супер МТС. Было 2,50 рублей в сутки, стало 3,50. Было 100 минут на МТС домашнего региона и 100 минут на МТС России. Сегодня осталось только 100 минут на МТС России. Стало на 40% дороже, а минут в два раза меньше. И связь при этом, на мой взгляд, становится только хуже. Негодуют жители Крыма не только в социальных сетях, но и на улицах полуострова. Люди не понимают, почему после обещаний Сергея Аксенова сдержать повышение стоимости связи мобильный оператор без предупреждения поднял цены. Никого не предупредили, как-то все тихо, непонятно. Насколько подорожало? Раньше было 2,50, сейчас 3,50. Пополнили еще 1,100 рублей, а утром их нет. Я столкнулся с тем, что тарифы подорожали, и я не могу перейти сейчас на другой тариф. С этим я был вынужден покупать оператора крымского. Мы надеемся, что повышать не будут, потому что все равно тарифы и так у нас невыгодные по Крыму. У меня, например, пакет 15 бесплатных минут в день, которого действительно не хватает. А если отменят и эти 15 минут, то что же нам делать крымчанам, только ехать в Краснодар и менять эти пакеты? При звонке в поддержку МТС мы услышали от оператора объяснение. Повышение было сразу по всей России. Цена за связь увеличилась на 10-20 копеек. Смотрите, повышается стоимость только за опцию «Все супер», которая сейчас у вас подключена. 7 рублей 30 копеек будет за опцию списываться и по тарификации. То есть если ранее с МТС на МТС по домашнему региону звонки стоили 1 рубль за минуту, то есть без опции «Все супер», я говорю, то сейчас будет 1 рубль 10 копеек. И звонки на МТС по России изменилась расценка. Ранее было 3 рубля 60 копеек, сейчас 3 рубля 70 копеек. То есть в основном у других условий больше ничего изменения не произошло. В противовес словам представителей МТС люди заявляют, что цены подскочили на рубль. Мининформ Крыма ситуацию с повышением тарифов никак не комментирует. Яна Витринка, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. В опросе с чиновницами из Керчи, которые прославились после скандала с поздравлением блокадников, поставлена точка. Главу городского совета Майю Хужину и ее заместителя Ларису Щербулу депутаты отправили в отставку. На голосовании присутствовал вице-спикер Крымского парламента Эфим Фикс. Он отметил, что представители власти должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед гражданами, о том, что нужно очень четко выверять свои действия, высказывать позицию, слова. Большинством голосов заместителем председателя горсовета Керчи была назначена Ольга Солодилова. Она возглавит горсовет до тех пор, пока не будет выбран новый руководитель. Майя Хужина, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что после отставки, скорее всего, вернется в медицину. Отметим, на своей уже прошлой должности чиновница продержалась 4 месяца. Я не политик, понимаете? Ну не получилось у меня этого. Я хотела как-то сколыкнуть этот город. Я хотела помочь. Я в кабинете, вот вы возьмите мою новостную ленту, да? Вы посмотрите, сколько у меня фотографий в кабинете и сколько у меня фотографий по всем бомжам, по всем районам, по всем ямам. И мне все равно, в чем я там хожу. Я за 4 месяца не могла себе поменять полностью гардероб, чтобы угодить каким-то там людям, которые в этой акции увидели только гардероб. Мы переходим ко второй части выпуска и вот о чем пойдет речь далее. Бесхозный подарок. В Симферополе поржавела карта России, установленная в парке имени Тренева. Кто и когда исправит ситуацию? Я думаю, что город должен нести ответственность на никакой позиции. Городские власти. Обильные осадки, снег и ветер ожидаются в Крыму в начале февраля. Температура на полуострове опустится в эти дни ниже 10 градусов мороза. Встречаем долгожданную зиму. Теревчайные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, а также на объектах ЖКХ и социальной сферы. В Главном следственном управлении Крыма продолжается расследование по факту жестокого убийства 54-летней жительницы Евпатории. Женщина ушла пасти скот и не вернулась. Позже ее тело нашли вблизи элеватора. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Сакского района. Ранее он уже привлекался по статье убийства. Свою вину мужчина признал полностью. А во время следственного эксперимента он показал, где закопал мобильный телефон жертвы и рассказал, как расправился с женщиной. По данным следствия, злоумышленник пытался неоднократно познакомиться с погибшей. Однако получил отказ. Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Крымчанин 1954 года рождения сбил на трассе Таврида сотрудника ДПС. Пенсионер двигался со стороны Феодосии в Симферополь. И по неизвестной причине съехал с проезжей части, а затем вылетел на обочину, где и стоял дорожный патруль. Инспектор в этот момент следил за безопасностью дорожного движения. В результате происшествия лейтенант полиции получил телесные повреждения. Он госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В парке имени Тренева в Симферополе поржавела карта России. Уникальный арт-объект был установлен в центре крымской столицы в день народного единства 4 ноября. Спустя всего лишь несколько месяцев симферопольцы жалуются. На карте начала появляться ржавчина, что, несомненно, портит вид полюбившейся многим композициям. Кто и когда исправит ситуацию, узнавала Мария Моссу. Уникальный арт-объект «Время Крыма», установленный в центре крымской столицы 4 ноября, стал для жителей и гостей города напоминанием не только о празднике, но и непосредственно о самом единстве. Кована из металла 15-тонная карта России, сделана в виде солнечных часов. Над ее созданием трудилось более 300 кузнецов из разных уголков страны. На карте изображены достопримечательности каждого из регионов России. Симферопольцы и гости города, которые присутствовали на открытии кованой фигуры, сегодня недоумевают. Арт-объект спустя совсем короткое время начал покрываться ржавчиной. Сейчас не очень нравится. Когда только сделали это, было очень красиво. А сейчас вот даже мы входим и не очень. Если ввести в нормальный вид, то пусть будет. Но вот эти тоже стойки, это очень как-то не очень красиво смотрится. Если привести в нормальный вид, то вполне можно. Если нет, то лучше выбрать. Очень красиво молодежь фотографируется. Единственное, то, что немножко ржавое, конечно, это после дождей как бы обновить. Но это необычно. Я, например, нигде больше не видела. Вот впервые у нас. По мнению горожан, поддерживать уникальный арт-объект, подаренный Симферополю, должны именно местные власти. Если городские власти это все предоставили, ну, люди сделали, поставили, а городские власти уже должны смотреть. Я думаю, что город должен нести ответственность, но никак не кузнецы. Городские власти, да. В администрации Симферополя нашей съемочной группе сообщили, на данный момент конструкция на баланс города еще не принята. Приводить надлежащее состояние арт-объект начнут только после завершения всех процедур. Как долго продлится процесс, неизвестно. О том, что спустя три месяца для объекта до сих пор не определен балансодержатель, подтвердили и в гильдии кузнецов Крыма. Там сообщили, причиной поржавершего арт-объекта стала погода, которая была при установке карты. Когда мы устанавливали эту картину и проводили фестиваль, была погода, в принципе, не наилучшая. Вот было, и заморозки были, и дождь был, и где-то снег срывался. Поэтому как бы фестиваль, картину была запланирована, надо ее было установить. Мы ее установили, и когда была солнечная погода, металл не просох до конца, как ему подобающий образ. И лак, в принципе, тоже сработал как на сыром металле, не так, как ему положено было сработать. Поэтому появляется ржавчина. Ситуацию кузнецы обещают исправить уже в мае. Тогда же карту, помимо нового лакового покрытия, ждет и еще одно обновление. На ней появятся листочки, бабочки и другие произведения кузнечного искусства. Мария Моссор, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ. Строители федеральной трассы Таврида начали обустраивать съезд к селу Донское. Из-за этого рабочим пришлось временно изменить схему движения на участке дороги. Транспортные средства съезжают с трассы под путепровод и попадают на старую дорогу. Уже весной возле Донского автомобили будут двигаться по основному ходу трассы при въезде в населенный пункт. Покидая село, водители могут свободно следовать по любому направлению. Напомним, что промежуток Мазанка-Донское – последний участок Таврида между Керчью и Симферополем, на котором еще не открыто движение. Работы задержались из-за необходимости переноса ветки газопровода. В Крым идет зима. В связи с прохождением южного циклона 5 и 6 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия – сильные дожди, переходящие в мокрый снег. В горах – отложение мокрого снега, а в городах – гололедица. Синоптики предупреждают о выселении северо-западного ветра до 25 метров в секунду. Подробнее об изменениях погодных условий расскажем далее в сюжете. Календарная зима в Крыму совсем скоро станет таковой и по погоде. Синоптики предупреждают о серьезных ее изменениях в ближайшие дни. Так, с 8 февраля на полуострове заметно похолодает. Температура воздуха снизится сразу до 10 градусов мороза. 11 февраля теплый влажный воздух Атлантики принесет в Крым потепление. Возможно, небольшие морозы до 2 ниже нуля временами осадки. Ранее о резком ухудшении погодных условий на территории Крыма предупредили и в МЧС. Буйства стихии ждут нынешним вечером, а продержится непогода на протяжении всей предстоящей недели. Южный циклон принесет в Крым сильные, местами очень сильные дожди, постепенно переходящие в мокрый снег. Снег, со снегом на дорогах гололедится, гололедные и измразивые отложения, усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 25-28 метров в секунду с переходом далее на северо-западный. Ну, в общем, комплекс опасных явлений погоды. Спасатели обращают внимание, выход в море может нести опасность для жизни ввиду предстоящих штормов. В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных и с авариями на объектах энергетики. Прогнозируются вероятные чрезвычайные ситуации, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, а также на объектах ЖКХ и социальной сферы. Также прогнозируется возникновение помех в перемещении судов акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на дорогах полуострова. Спасатели призывают оставаться бдительными по возможности не выходить из дома. В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо незамедлительно обращаться за помощью по телефону службы спасения. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Спасибо, что были с нами. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!